Около половины россиян выступают за поддержку нашей страной разборок в Донецке и Луганске. Такие данные привел накануне Левада-центр, лишь бы не было Майдана. Что называется, вот уж воистину, русскому человеку хоть кол на голове тиши правильно. Зачем нам пенсии, зарплаты, нормальные медицины и образования лучше, пусть наши деньги грохнут на войну где-то там, а мы и под лампочкой Ильича посидим, нам же ничего не надо, кроме мира во всем мире. Ладно, начинаем. Ну и к разборкам внутрироссийским, у нас они происходят на информационном фронте, и в эту грязь втянуты уже, наверное, все, кто хоть сколько-нибудь интересуется событиями в стране. Пропагандисты шуршат, только шуба заворачивается. Такого количества бабла они не осваивали, кажется, никогда в новейшей истории России. Гонорары главных говорунов бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Я приводил уже эту цифру, но повторюсь, по данным из открытых источников, доходы, скажем, экс-ведущего Первого канала Петра Толстого в 2016 году составили 43 миллиона рублей. Это 3,5 миллиона в месяц или 116 тысяч в день. По каким-нибудь Соловьевым-Киселевым цифр нет, но думаю, что там тоже примерно что-то в этом роде. Не отстают, впрочем, от пропагандистов и их идеологические как будто бы противники, то есть те, кто себя относят к либеральным типа журналистам. Эти также не бедствуют и готовы кровь мешками проливать фигурально, естественно, в информационных окопах, по крайней мере, до президентских выборов, а может и подальше заглядывают. Это реальная журналистика. Тема выпуска сегодня – спокойной ночи, красавцы. Поехали! А я тут всю прошлую неделю наблюдал за происходящим на сцене главного медиазоопарка, ну, то есть в федеральном эфире, в ящике, на радио, наблюдал и буквально наслаждался. Началось все еще в начале второй декады октября, когда мой любимый медиахолдинг ВГТРК показал в своих кинозалах, на своих каналах, в смысле, весьма грязненький сюжетец о бэхе Москвы. Название пропагандисты под стать своему творению придумали эхо Госдепа, где прям изобличали коллег, ну, как они умеют, конечно, без пруфов, доказательств, по принципу, одна Ванга сказала, ну вот. Проводят пропаганду в России, организуют сбор информации и пытаются сформировать прозападную позицию в преддверии президентских выборов. Все это про зарубежное НКО, которое, как оказалось, весьма тесно сотрудничает с эхо Москвы. Конец сентября. Теплая встреча в прохладном Оренбурге. За закрытыми дверями беседуют представители российской радиостанции и западных организаций, таких как французские репортеры без границ и немецкий фонд Роберта Боша. Тема разговора о финансировании молодых отечественных блогеров и журналистов, из, скажем так, оппозиционно настроенных. Еще одно свидетельство того, что обратили внимание, на что обратили внимание, в Совете Федерации некоммерческие структуры с серым финансированием для стабильности российского общества становятся опаснее, чем ни много ни мало группировка ИГИЛ. Люблю этого картавого сказочника. Журналисты эхо встретились с какими-то там иностранными коллегами. Вот они, пруфы. Причем есть только какие-то странные фотографии. На этом все. Господа геттеры подводят нас к умозаключению, что там чуть ли не террористы эховцев обхаживают. Из чего сие следует, я правда не понимаю, потому что я, например, тоже с кем-то постоянно встречаюсь. И с иностранными коллегами в том числе, и с представителями пропаганды. Тоже недавно вот с опальным Мальцевым интервью записывал, вы знаете, да? Что бы сие значило. Вот только лгунам всяким, им же все равно, лишь бы пипл хавал. Они свою пайку отрабатывают и пипл хавают. Это работает, как выяснилось. Насмотревшись данной порнухи, какой-то чудик пришел в офис эхо и, давая размахивать ножичком, порезал лицо одной из журналисток. И сразу к главному. Раненая журналистка Татьяна Фельгенгауэр пришла в сознание. Об этом сообщили в НИИ имени Склифосовского, где находится пострадавшая. У Склифа весь день работали наши корреспонденты. Получившую серьезное ножевое ранение ножом Фельгенгауэр, прооперировали еще накануне. Сейчас она находится в реанимации. Ее состояние остается стабильно тяжелым. При этом в НИИ опровергли информацию о том, что журналистку вводили в состояние искусственной комы. Этого не понадобилось. Все последствия, связанные с ранением, по словам врачей, устранены. Фельгенгауэр предстоит курс реабилитации. Не исключено, что у журналистки может быть поврежден предъязычный нерв. Из-за этого возможны проблемы с речью. А дальше пошло-поехало. Венедиктов, давай кричать, это все они. Это из замерзавцев на яме. ВГТРК просто на Тверской, Ямской обитает. Но это хотя бы понять можно. Люди напуганы. У него сотрудница пострадала, причем женщина. А что такое для женщины попорченное лицо? Да она теперь до конца жизни комплексовать по поводу своей внешности будет. Пропагандисты нет, чтобы промолчать, как умная Маша. Они дальше помоялить продолжили. Блогеры подключились. А самое главное, что все это г**но, прости, а во все это г**но, простите, оказались втянутыми сотни тысяч простых людей, если не сказать миллионы. Телеканал Россия 24 окрасил медийное поле в цвета ненависти к конкретным людям. Это из записи в блоге журналиста Игоря Яковенко. Комментарий по поводу нападения на Татьяну Фильгенгауэрс, Эхо Москвы. Здесь же упоминается наш корреспондент Антон Подковенко, как, цитата, «молодой человек без признаков какой-либо мысли в глазах». Мол, именно его материалы о сотрудничестве радиостанции с западными НКО кровавую поножовщину и спровоцировали. Но давайте посмотрим, что пишут соведущий Фильгенгауэр Александр Плющев. Звездила, который неделю назад рассказывал про негодяйку Татьяну Фильгенгауэр. Это его твит. На фото, на фото, простите, опять же, Антон Подковенко. Ретвиты под стать. Тут и призывы носовать в морду, и негодяй, и подонок, и отдельное спасибо соловьиному помету. Вот вы знаете, в последние дни во многих средствах массовой информации идет мощнейшее промо. Мол, через несколько дней страна отметит государственный праздник, День народного единства. Это так важно для нас объединиться, взяться за руки. Такой ведь большой праздник. У меня вопрос, кто с кем в едином экстазе сливаться-то собирается? Кто и с кем един, мне интересно, что праздновать-то собираемся? У нас же население сегодня поделилось на две части. Одни за красных, другие за белых. И первые искренне ненавидят вторых, а вторые, наоборот, первых, готовы глотки друг другу перегрызть. Потому что Вася, например, за Путина, а Петя за Навального. Но не Путин с Навальным, а Вася с Петей убивать готовы друг друга из-за этого. А самое поганое, я уже отметил, всю эту ненависть разжигают именно СМИ. Они вносят раскол в общество. А с каждым днем вбивая все больше и больше клиньев между людьми... Ребят, скажу вам еще кое-что. Я тут на Медне сериал смотрел один по телеку. И вот там играли два актера, мужчина и женщина. А актер тут мне импонирует, но я все время забываю, какие его зовут. И вот во время просмотра полез в интернет, чтобы спросить об этом у Яндекса. Оказалось, что актеры муж и жена бывшие. А дальше, читая эту статью, я вообще офонарел. В 2016 году пара рассталась, а знаете из-за чего? Внимание. Из-за разногласий в политических взглядах. То есть они не разлюбили друг друга. Не загулял кто-то из них. Они просто не договорились на почве политических предпочтений. Это ж в какое прекрасное будущее мы катимся, когда уже близкие люди друг друга ненавидеть начинают. И из-за чего? Че как Павлик Морозов скоро доносить начнем на родных? Вот настолько это омерзительно. Но омерзительнее в очередной раз повторюсь, что провокаторами выступают телевизор, радио, газеты, журналы, интернет. И ладно бы из действительно идеологических соображений, так ведь чаще всего просто за деньги. Ладно, я высказался, а вы думайте. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее прямо надо мной, вы найдете больше пищи для размышления. Заходите, интересуйтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже много интересного. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим все. За сим спешу откланяться. Пока. Пока. А с 4 по 6 ноября в Екатеринбурге пройдет семинар клуба независимых инвесторов Гермес Инвест. Мероприятие состоится по адресу Хохрякова 10 в бизнес-центре Палладиум. Подробнее можно узнать об этом, перейдя по ссылке в описании к ролику на моей страничке в ютуб или зайдя на официальный сайт клуба. Мы покажем вам самые неубиваемые железобетонные стратегии достижения финансовой свободы. И в том числе мы пригласили спикеров, профессионалов высочайшего уровня, которые занимаются управлением большими капиталами денег. И один из таких спикеров является представителем компании ABA Marketing и выступит от лица этой компании. В конце первого дня мы покажем вам, на каких принципах вообще формируются свободы и успех. Внимание! Участие в семинаре не бесплатное, поэтому решать участвовать или нет, только вам информация на правах рекламы.